На основании чего ведутся работы? На основании то, что это хозяин заказывает. Какой хозяин? Мы пока, как городская власть, не видим ни одного разрешающего документа. Напомним, котлован появился на территории бывшего РСУ пару месяцев назад. Стревоженные люди обратились за помощью к депутату, который поднял этот вопрос на аппаратном совещании. Проверка законности стройки показала, что строительство ведется без проектной документации и других разрешающих документов. По инициативе Дмитрия Танцюры состоялась встреча с застройщиком с жителями, но диалог тогда не сложился. Меня настораживает, что вы не говорите, что вы хотите построить многоквартирные депутаты. Почему это проблема? Потому что вы не говорите людям правду. Вы говорите о том, что вы хотите построить себе. Людям главное, чтобы оно не было выше четырех. Людям главное говорить правду. И люди тогда поймут, стоит с вами иметь дело или не стоит. И все же благодаря активности одесситов и их избранника незаконное строительство удалось остановить. Документы застройщик пообещал предоставить в ГАЗК и предъявить соседям. Бумаг ни чиновники, ни соседи так и не дождались. А вот стройка вдруг возобновилась. Завезена еще партия свай. А сегодня вот утром все подняты по тревоге в связи с тем, что начинает свай забивать уже в землю. Но при этом до сих пор не предоставлены документы о разрешении начателя строительства и все необходимые документы, которые при этом должны предоставлять застройщики. Нет информационной доски, где жители бы увидели, кто строит, что строит, начало строительства, окончание. Соседи, которые живут рядом, понятия не имеют, что тут будет строиться. Будет это строиться 20-этажный дом, будет ли это строиться 5-этажный дом. Еще летом 2019 года, благодаря нашему депутату Дмитрию Танцюры, мы приостановили эту стройку. Но на сегодняшний день у нас сентябрь. Стройка возобновляется, к сожалению. Жители улицы Рассвета, типичного для Одессы микрорайона усадебной застройки, встревожены возможным соседством с многоэтажкой, строительство которых в частном секторе запрещено. Хотя по всей Одессе, к сожалению, случаи такого незаконного соседства не являются исключением. Одесситы, проживающие рядом с такого рода стройками, рассказывают, что подобные работы попросту рушат их дома и коммуникации. Многотонные машины с материалами уничтожают дорожное покрытие, которое люди зачастую оплачивали складчину. У нас канализация, водопровод. Он рассчитан только на нашу маленькую улочку частного сектора. Теперь, если он врежется со всей этой махиной к нам в систему, что у нас будет? У нас ничего не получится. У нас была прекрасная дорога. Вот его машины, когда вывозили этот грунт, разбили дорогу. Я вот живу чуть подальше, у меня просело к моему дому, потому что останавливались вот эти огромные машины перед моим домом. Когда они только начали тут копать котлован, вот в этом доме рядом уже пошли трещины. То есть уже какая-то просадка началась и канализация. Все, оно может просто-напросто деформироваться, просесть и вообще неизвестно, что и как будет. Ну вот спасибо нашему депутату Тенсюре, который оперативно на это реагировал. Действия застройщика незаконны, говорит Дмитрий Тенсюра и говорит о готовности отстаивать права людей. Держать оборону плечом к плечу с одесситами. Мы сегодня здесь с вами находимся, потому что соседи позвонили и сказали, что начинаются строительные монтажные работы. Завезены сваи, завезено оборудование, которое будет давить сваи. Именно поэтому мы сегодня с вами собрались, вызвали полицию. Есть представители ГАСКО, есть представители управления архитектурой. И мы сегодня очередной раз не видим ни единого документа. Я убежден в том, что самовольного строительства в Одессе не должно быть. Я уверен в том, что сегодня есть несовершенное законодательство в области градостроительных отношений, которые надо срочно менять. Но это никак не касается данной площадки, потому что здесь полный беспредел. Здесь без единого документа, без подтверждающих документов на землю начаты строительные работы. Хозяева строительной площадки так и не появились. И выход из сложившейся ситуации один. Остановить строительство и вернуть ситуацию в законное русло. Опечатывать данную территорию и не давать строить, пока не разрешится вопрос с документами на данную площадку. Чиновники под напором депутата и одесситов с заявленной народными избранниками позиций согласились. Будем выживать заходы, согласно нашей компетенции. Будем проводить переверку, запоминять выполнение будильных работ. По заявлению специалистов ГАСКа, на место события вызвали оперативно-следственную группу, которая опросила жителей улицы и запротоколировала факт строительства. Проводится расследование, по итогам которого может быть возбуждено уголовное дело. Продолжение следует...